Мы рады за то, что мы в России. В России никак не улучшилось. Была поставлена задача Крым один в 2014 году, а в 2019 он будет совершенно другой, то это не так. Мы даже начали разочаровываться, что вроде бы при Украине мы нормально жили. А дальше что будет? Трудно сказать. Очень хорошая жизнь наступила. Мы в два конца шли, медленно и слепо, и таяли напрасные мечты. Эмоционально мы были все тут счастливы. Хуже стало отношение с Украиной. Зарплата по сравнению с украинскими больше. Ничего лучше не стало. Даже начали разочаровываться, что вроде бы при Украине мы нормально жили. Ты возродишься, Крымская земля, под русским флагом солнца и свободы. Мы так жили бедно, так по-прежнему и живем. А так все отлично. Праздник. Сказать, что здесь стало лучше, я не скажу. Зарплата, конечно, выше у нас, чем на Украине. В Ялте цены всегда были высокими. И при Украине, и при Советском Союзе. Турист, которого не обманули, это не турист. Я думаю, поэтому многие пытаются на этом нажиться. Это небо и земля, то, что было. Жизнь вообще не изменилась. Россия сюда вкладывает, это действительно так. В России больше возможностей реализовать для молодежи. Многие места для молодежи закрыли. Стало жить в Севастополе в 10 раз дороже, чем при Украине. И это... Конечно, изменилось в лучшую сторону. Старые чаще красить эти самые бочки возле дороги. Слепому заметно. И дороги, и так все стало лучше. Цены вырасти немного. Ну, а что мы можем сделать? Ну, возможно, там с выездом за границу есть какие-то сложности. Не скажу, что прям критично. Зато у нас есть мост, теперь мы можем ездить везде. Я довольна. В санатории некоторые работают, которые при Украине стояли. Дух изменился. Как молодежи, которые любят построить сериалы, некоторые сайты заблокированы. Единственное, что это маленькие пенсии. Пенсионер – нормально, а пенсию – вполне. Крым в сердце как оставался, так и остается. Это родина и неважно.